Острыми атаками, многочисленными ударами по воротам, невероятными вратарскими сейвами и несмолкаемыми криками болельщиков запомнится матч между командой «Союз Лером» и вторым составом пензенской «Дюш-8». Воспитанники Зареченского клуба 2008 года рождения принимали соперников из областного центра у себя в гостях. Несмотря на то, что пензенские футболисты на год старше, союзовцы обходят их в турнирной таблице областного первенства. Но чтобы сохранить лидирующую позицию, нашим ребятам нужно брать три очка в каждом матче. В игре с «Дюш-8» опасные моменты на половине соперника возникали часто, но мячи проходили мимо ворот или же попадали точно в руки пензенского воротаря. После очередной неудачной попытки забить, болельщики уже не могли сдерживать эмоции. До конца матча счет так и не был открыт. Однако на последних минутах встречи пензенские футболисты создали опаснейший момент. Ворота Союза могло спасти только чудо. И оно произошло. Итог игры 0-0. После финального свистка союзовцы не могли сдержать эмоций. Для зареченских футболистов, идущих в лидерах областного чемпионата, такая ничья равноценно поражению. Иногда в обороне у нас проходили передачи и не могли забить. Иногда у нас в нападении не получалось отдать мяч Артему. Ну а в чем была проблема? Просто не настроились на игру или просто соперник сильный? Мы настраивались, но не получалось. Иногда вратарь реагировал, иногда просто летели мяч мимо. Сначала мы прессинговали защиту Союза, потом они резко пошли на швару и сели. Как справлялись с такой ситуацией, когда в нападение Союз пошел? Ну мы отбивались и использовали контратаки. Выбивали и зацепались. Могли в конце матча забить, но к сожалению нет. Следующую игру в рамках первенства Пензенской области по футболу среди подростков союзовцы проведут 28 августа. От этой встречи с первым составом Пензенской Дюж-8 будет зависеть судьба золотых медалей чемпионата. В предстоящем матче Союз устраивает только победа. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».